Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Может быть, кто-то из вас слышал о таком городе? Старая Русса. Этот древний город расположен в Новгородском крае. Текут там живописные речки, полесть и перерытится. Забегают к ним тихие зеленые улочки. Красивый городок. И жители его называют очень красиво и ласково – рушане. Рушане с большой любовью почитают и берегут свою главную святыню – старорусскую икону Божией Матери. Это самая большая выносная икона в мире. То есть икона, которую можно выносить из храма. Но не это главное. Вся многовековая история иконы очень непростая и интересная. И кто знает, может быть, она еще не закончилась. Но давайте все по порядку. В 15 веке на Руси бушевала страшная болезнь – моровая язва. Много людей унесла она. В их числе были и священники, и монахи. Опасались даже, что скоро в храмах будет некому служить. Дошла эта горькая весть до православных греческих священнослужителей из города Альвеополя. Здесь хранился очень древний чудотворный образ Божией Матери. И вот, узнав о том, что далеко на севере страждут православные люди, решили греки отправить им чудотворный образ. Верили они, что через свою древнюю икону подаст Божия Матерь помощь и утешение. И действительно, как только икона была доставлена в Старую Руссу, эпидемия прекратилась. И с тех пор этот город болезни обходили стороной. Тогда как в других местах вспыхивали постоянно. В 17 веке разбушевалась такая эпидемия в городе Тихвине. В верстах в трехстах от Старой Руссы. Тогда одному жителю Тихвина было во сне откровение. «Язва прекратится, если старорусская икона будет перенесена в Тихвин». И тогда по просьбе тихвинцев отдали Рушане свою святыню. Эпидемия и правда вскоре прекратилась. А жители Тихвина уверовали, что теперь через свой чудотворный образ Божья Матерь взяла их под свое покровительство. Жители Тихвина очень полюбили старорусскую икону и стали считать своей. Но и Рушане не хотели навсегда расставаться со своей святыней и требовали ее назад. Споры продолжались целых сто лет. И тогда тихвинцы сделали копию, а правильнее сказать, список со старорусского образа, чтобы отдать его жителям Старой Руссы. Даже это стало большим праздником для Рушан. С радостью и почетом приняли они список чудотворного образа. Его прибытие сопровождалось множеством чудес и исцелений. Не оставляет Матерь Божья нас без своего покровительства. Радовались и торжествовали жители Старой Руссы. Но все же надеялись они, что когда-нибудь вернется к ним та древняя икона, которая была когда-то подарена городу греческими священниками. Но лишь спустя столетия, когда в дело вмешался сам император Александр Третий, было принято решение вернуть старорусскую икону Божией Матери на прежнее место. Как же радостно готовилась Старая Русса к переносу святыни. В августе 1888 года в Тихвин направилась целая делегация – священники, певчие, горожане. И вдруг, когда образ стали выносить из храма, поднялся сильный вихрь. Он сорвал кровлю с храма и бросил ее озим. Большое дерево возле храма сломалось и перегородило дорогу. Не хочет святыня покидать Тихвин – так решили было горожане. Но когда на городской площади был отслужен молебен, все стали свидетелями нового знамения. Вдруг затрепетал над иконой неведомо откуда появившийся белый голубь. Сделал над ней несколько кругов и улетел. Всем сразу стало спокойно и радостно. Значит, пришло время вернуться святыне на прежнее место – в Старую Руссу. 18 дней несли ее рушане на руках. А весила она немало. Только серебра в окладе было килограммов на 50. И везде икону встречали и провожали крестными ходами. А дорога, по которой шли, была усыпана зеленью и цветами. Тысячи человек заполняли улицы Старой Руссы. Стены домов были украшены флагами и гирляндами. Со всех колоколен лился радостный звон. Старая русская икона Матери Божьей вернулась на то место, которое занимало более трехсот лет назад. Таким образом, в Старой Руссии оказалось сразу две чудотворных иконы. Но, увы, ненадолго. Во время Великой Отечественной войны обе они исчезли. Правда, в конце войны чудотворный список все-таки был обретен. Фашисты пытались его вывезти в Германию, да не успели. А та древняя икона, из-за которой так долго соперничали два города, исчезла. Но с чудотворными иконами всякое бывает. Они могут надолго скрыться, а потом снова вернуться. Мы верим, что когда-нибудь и Старая Русская икона Божьей Матери явится нам чудесным образом. Будем молиться. С праздником вас, дорогие друзья! И храни вас, Бог, молитвами Небесной Владычицы нашей Богородицы, чей старорусский образ мы будем завтра честовать. Субтитры создавал DimaTorzok